У них просто ничего нет, чтобы оказываться с помощью по файту. Вот, три БКБ. Здоровый, Найн Сталкер, здоровый Шторм. Ну, теперь будем смотреть. Надо кайтить, надо обязательно кайтить, да, то есть не давать это все делать. Но они, типа, время вырвали, Рошан не дали забрать, то есть на самом деле его кого-то вернули у Дизраптор. Дизраптор кого-то избивает, судя по тому, как кончается ХП, это крыла. Да, на крыла туль тонули Эклипсом, Ватсон сделал отличный фраг, забрал 356 золота с вражеского кора. Это много, и тут, видимо, то, что вопрос Рошан-то остается нерешенным. Можно даже сейчас его забрать. Конечно, конечно. Работает без БКБ, без БКБ, ребята. Так, пытается сопротивляться, Лимитлсу помогают, теперь попался. Попался Ливи Вердец, ему некуда. Дотерпение нейтрала, который Смок дают, или какой-то Виспо. Так, нападение на Лимитлсу, его должны будут стереть, но нет. Снова сэвер, да, не дают напасть. Но сейчас снова Виспо можно будет убивать, но хотят портить драку, не хотят отдавать Виспо. Мелоди на него нападает первым, он ставит под себя ульту, но это не имеет значения, потому что два бутинбара было прожато. Илгир также вернулся обратно, и здесь его будут хватать. Крылат в него цепился, выкачивает кучу дэмэджа. Но опять Эклипс полетел, теперь БКБш как Крылату после рефрешера, но она не дает выжить. Минус Аегис у Луны, но это не такая критическая потеря, как то, что сейчас может погибнуть Малик. Хотелось бы тереть. Под попу троим. Как много урона по шторму, боже мой. И Лимитлс тоже сыпется, и Луна тоже вторую жизнь сейчас может не осилить, хотя забирает с собой Акса, но здесь точно погибнет. И Янгжи начинает отъедаться. Казалось бы, парочка неудачных файтов, но сейчас это все камбэк. Еще и подцепили Луну, она на Хексе, пытаются ее догонять, Крылат ее фокусит, и как же катаклизм разрывает. Это минус керри команды Ашер, и господи, что же там с Виспом случилось? Он решил байбэкнуться и подраться еще. Лимитлс хочет подцепить Таракана, но это опять размен такой. Хорошо, они его забрали, да? Они даже могут отдать Рошана, если просто потом смогут убить. Да, хорошо, Рыб пошел от Астрала, ничего не нажал, по-моему, не успел, по крайней мере. И дальше Крылаты контролят, есть Фортекс по нему. Дал Бласт, откинул Луну, ворует Дукалис Айегис. А остальные плюшки, кто забрал, интересно. Покопать надо посмотреть, закончится. И видим то, что проблемы некоторые у Рейбла есть с выживаемостью, у него очень быстро кончается лицо. И несмотря ни на что, несмотря на все размены, все равно минус 4 у нас делает команда Пакчамп и забирает Айегис. Гемы-то собрали, нет? Я, знаешь, чего-то не вижу. Гему-вивера, видишь? Да, все, увидел. Просто пытался такие значок. Так, врыв пошел, теперь Рейбл врывается на Малека, хотят его снова отправить в таверну, есть ультимативная дизраптора и БКБшка. Можете его нажать, как только кончится ультимативная дизраптора, и возможно, что ему не хватит. Не успеет, не успеет, не успеет. Успевает, все равно нажимает, есть блокенбар у него. Сейчас до сих пор он остается недобитым, тефтельки полетели от Янгжи и дальше врыв на Виспа. 122 секунды не будет с байбэка Рейбла. Очень много он потерял здесь. И инвокер тут просто ходит, разрывает уже одного, второго, третьего. Чтобы подгадить. И Лимитлос с Гилгиром продолжает двумя стоять пока что без эксцессов, есть разгон на крылато, но это так, скорее, немножечко подразнить, нежели чем на что-то серьезно. Ой, а как у Паши-то прогнуло. А вот это неплохо. Хорошо, что второго подряд не было. О, еще Пашек! Боже, правый, как проплатил. А еще один? А еще один? Давай! Еще один не проплатил. Давай, там Мелоди погиб. Ничего-ничего, Астрал там, я вижу, первый фраг делает на Т-чете. Пошел, Контент! Ну-ка, давай. Да дай ты по нему тычку! Вот это нормально. 400 золота за него причем взяли. И дальше у нас нападение на Марса. Попытаются разменяться. А здесь как хорошо его толкнули. Копье такое себе, виспу вози. Не успевает. Тут никак не сможет. Слишком быстро разделывали смартфон. Дальше, возможно, почти здесь получится. Не получилось еще, да? То есть он завел кулдаун и в итоге... Янгжи пошел дальше за Гилгиром, подцепил его на Илсептер. Крылат также контролит Мелоди. За ним может побегать. Но решили переключиться просто на фулл виспу. Никто не рванул, никто не рванул. Хорошо, нападают на Лину. Можно выбивать Аегис. Там куча телепортов уже летит. Так что после этого хотелось бы отступить. Рейбл прожимает с боковой Дереса дальше. Лина по-прежнему жива. Взорвался тем временем Мелоди на той самой минке. И нападение на виспу. Виспо гимнет никого. Здесь уже никуда не поможет подхилить. И следующим будет, возможно, шторм. Правда, тут со станами немножечко не сложилось. И он сможет улететь. Но мана закончилась. Депорта нет. Замедло пошло. Ужучки идут. Думаю, что Лина его здесь не отпустит. Минус три. Вагон 1 хватило. Важно раз они хотят. Мимитлос нашли его. Можно будет пригвозить. Хотя сейчас контроль от Малек. Не дает ему так просто напасть. И это должен быть минус. Да, минус Малек. Нападение от Астрала. Он нажимает бластов. Много урона нанес. И Саленс самое главное. И БКБшки-то и не было. Шторма, чтобы как-то задефать себя. И следующим падает Морф. Как же быстро он развалился. Ничего не получается сделать. Что ДД у Лины. Какой-то чинь-хит пошел. Киринка ушла. Она снова доступна. И снова сбилась. Снова сбилась и повесилась. Сбили второму. Но вот опять же. Врыв есть от Рейбла. Попытается законтролить Крылату. Крылату быстро кончается ХП. Он успеет нажать таймлапс. Он успевает и выходит. А вот Ватсон никуда уже не выйдет. Погибает крайне быстро. Он не успеет перекачаться. Следующим будет Гилгир улетать в таверну. И Рейбл как же быстро взрывается под бабкой.